Судя по всему, господин Фаиза Рахманова пока оставляют в должности, но Минсельхоз Республики Башкортостан, лидирующее ведомство, если не в республике, то в России, да и сам процесс распределения этих субсидий тоже вызывает массу вопросов. Хотелось бы понять, в каком состоянии находился господин Сакаев, было ли там следствие по этому поводу, возместил ли он ущерб. Я не собирался делать сюжет про Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан, по той причине, что эта тема достаточно далеко находится от моих традиционных интересов, и как-то она не была поднята в последнее время новой властью, я имею в виду, не было особых претензий к этому ведомству. И судя по всему, господин Фаиза Рахманова пока оставляют в должности, но только за прошедшую неделю из четырех районов республики мне позвонили, написали, обратились, прислали материалы, касающиеся именно действия Министерства сельского хозяйства. И последней каплей стала статья в МКСЭТе, который в последнее время неожиданным образом превратился в какой-то сливной бачок заказных материалов. Статья эта пестрила цифрами, бодрыми отчетами и заверениями в том, что Минсельхоз Республики Башкортостан, лидирующее ведомство, если не в Республике, то в России, а то и во всей вселенной. В общем, совершенно дикий, абсолютно рекламный материал. И все это, в общем-то, сподвигло меня заняться немножко анализом тех действий, которые производились и господином Фаиза Рахмановым, и в целом Министерством сельского хозяйства в последние годы. Картина, конечно, неприглядная, как и практически в большинстве ведомств Республики Башкортостан. Совершенно странная, дикая кадровая ситуация. Опять, кумовство и братство господина Фаиза Рахманова совершенно очевидны. Значит, он привел с собой из района, которым руководил перед назначением на этот пост, достаточно большое количество своих сослуживцев. В частности, господин Исакаева, с которым работал в районе, создал некую схему предварительного получения денег с сельхозпроизводителей, которые претендуют на всевозможные субсидии и субвенции. Я имею в виду вот этот консультационный центр какой-то при Минсельхозе, который сидит прямо в Минсельхозе, помещениями пользуется Минсельхозой и всевозможными благами государственного ведомства. При этом за деньги изготавливает документы для участия в этих государственных процессах. Хотя само министерство на самом деле должно способствовать, и я полагаю, что бесплатно способствовать сельхозпроизводителям в получении этих субсидий. Да и сам процесс распределения этих субсидий тоже вызывает массу вопросов. В частности, стало известно, что некий Динар Калимуллин, бывший заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан, которого задерживало ФСБ по определенным событиям, который был полностью дискредитирован и уволен из этого Министерства сельского хозяйства, благополучно был пристроен министром в руководство крупнейшего агрохолдинга А7 Агро-РБ, который получил все возможные благоприятственные действия со стороны Минсельхоза. Сельхозпроизводители в районах вообще негодуют той позиции, которую занимает конкретно, например, вот этот холдинг. То, что он получает за 63 миллиона, значит, некий комплекс сельскохозяйственный, который оценивается стоимостью в 700 миллионов, тем, что в этих всех процессах, безусловно, участвовал господин Гурьев в связке с господином Фейзрахмановым. В общем, все это вместе, и те многомиллионные субсидии, субвенции, которые фактически уходят в пустоту, зачастую выделяются на необрабатываемые земли и так далее, все это складывает картину, на самом деле, безобразного устройства управления сельским хозяйством в Республике Башкортостан. Нам, безусловно, нужны еще материалы для более глубокого понимания ситуации в этой отрасли. Все-таки сельское хозяйство в Башкирии – это достаточно серьезный сегмент экономики. И вот та модель, которая выстроена сейчас в Министерстве сельского хозяйства, на мой взгляд, не соответствует тем декларациям, которые мы слышим в последнее время с высоких трибун. Кроме того, по поводу вот этого господина Сакаева, хотелось бы привести один конкретный пример возмутительной безнаказанности, которую позволяет министр. Я имею в виду историю, которая случилась 1 января 2018 года, когда господин Сакаев, непонятно почему, в этот праздничный день эксплуатировал автомобиль, принадлежащий ведомству. Я имею в виду довольно дорогой мини-вэн Volkswagen Caravella, который он благополучно разбил в ДТП. Хотелось бы понять, в каком состоянии находился господин Сакаев, было ли там следствие по этому поводу, возместил ли он ущерб, который он нанес вот этому центру консультационному, который создан для него в Минсельхозе. И вообще, каким образом, как оценивает министр, вот подобное поведение своих подчиненных, своих ближайших соратников в отношении имущества и вообще морального облика ведомства и его подразделений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова